Привет, мои хорошие! Давно у нас не было рубрики из ванной, я после ванной, после души, какая прелесть! Хотя я принимаю душ каждый день, но всё равно, когда у тебя есть возможность понежиться в ванной, помыться мочалкой, щёточкой несколько раз, нанести маску для волос, сидеть спокойно, а не бежать, это просто кайф. Детки спят, потому что день, сейчас, наверное, 3-4 часа дня, деточки мои спят, кто-то ломится ко мне в ванную, деточки мои спят, они не спали до утра, представляете? Сыну ли более-менее не спал, дочь не спала, но я уже в каждом виде об этом говорю, просто чтобы были в курсе. Дети мои не спят. Я легла спать, сейчас скажу, 11, нет, в 10 и в час встала, 3 часа сна у меня было. Ну, знаете, сейчас 3 часа сна мне уже достаточно, 3 часа, если я посплю, считаю, что я выспалась. Мамуля моя приболела, простыла, не знаю где, не знаю как, ходит в масочке. Вот. Что хотела сказать? Хотела рассказать, что я буду наносить. Все то же самое, ничего нового нет. Часто бывают вопросы по поводу моей прекрасной кожи. Скажу сразу, кожа сейчас у меня не самая прекрасная. Она выглядит очень хорошо, я не жалуюсь на то, как она выглядит. Но, когда я ее щупаю, я чувствую, знаете, как будто вот под кожей, как будто мелкая-мелкая сыпь, как будто. Не могу я объяснить, что это. Но я уверена, что это пройдет. Это у меня началось... Это у меня началось тогда, когда я легла в больницу. Или в роддоме, я точно не помню. Куда-то туда легла и началось. Вот. В остальном все хорошо, не жалуйтесь, пока. Хоть все тот же самый. Очистила лицо я вот этим скрабом. Я не изменяю этому скрабу, изменять пока не собираюсь. Он меня устраивает. Если вы считаете, что дешевая косметика уходовая, тем более, не может быть хорошей, это ваше мнение. Я с вами не спорю. У меня мнение вот такое. Так, скрабиком почистила лицо. Сейчас буду наносить все те же кремики. Вот этот крем у меня уже почти на вот-вотах заканчивается. Для глаз, для лица. Это кремы марка Сампур, по-моему, если не ошибаюсь. С Алиэкспресс. Ссылочки 150 раз были. Если не забуду, 151 раз оставлю. Корейский крем тоже у меня про него спрашивали, как мне понравился или нет. Признаюсь честно, я его еще даже не открыла, потому что я хочу сперва закончить то, что есть. Потому что если я открою тот, эти останутся. Так обычно у меня бывает. Наносим зону глаз. Как хорошо прямо. Вот я сейчас чувствую, как тело мое дышит. Я хорошо так, знаете, потерла телом щеткой. Я из тех, кто любит мыться очень жесткой щеткой и мочалкой. Я вообще не понимаю, как можно мыться мягкой такой мочалочкой. У меня и муж, и брат моются такой мягкой-мягкой мочалкой. Они прям неженькие у меня. А у меня мочалка, что в Турции, что здесь. Щетка такая, сейчас покажу. Жесткая, жесткая. Вот она, моя щетка. Я эту щетку тоже не изменяю. Я брала ее в Арифлейм. Наверное, она до сих пор есть, я думаю. Одна у меня здесь, одна у меня там дома в Турции. Кто любит пожестче, вот, советую. Так, я что-то потею. Жарко, жарко, жарко. Что хотела у вас спросить мои? Видите, вот почти закончился. Что хотела у вас спросить? У меня после кесарева уже прошло, ну, 4,5 месяца. Сегодня 16 декабря. Остался живот. Вот, знаете, такой фартук, прям над швом, который висит. И вот этот вот фартук, вот этот вот живот у меня болит. Как болит? Просто так он не болит. Если я его трогаю, он болит. Кожа до сих пор немая. Я хочу у вас спросить, было ли у вас такое? Это именно после кесарева. Если было, то через сколько прошло? УЗИ я после родов делала, недавно ходила. Все нормально. Через сколько прошло? Стоит ли мне паниковать? Вообще, что это может быть? Поделитесь, пожалуйста, как у вас прошла адаптация после кесарева. Так, шея я делаю так. По бокам вниз. Спереди наверх. Это массажные линии, которые я знаю. Если у вас другие, ради бога, не спорю. И вот этот вот живот меня смущает, вот эта боль. Я хочу начать качать пресс хотя бы потихонечку. И из-за того, что вот эта боль у меня присутствует, меня это останавливает. Поэтому прошу вашего совета. Ну, жарко-жарко очень. По массажным линиям. Были вопросы по поводу, что с моим ногтем. Вот эти с этим вот средним. Я не знаю, что с ним. Это когда я еще лежала то ли в больнице, то ли в роддоме. То ли я прищемила, то ли что. Я не знаю. Он начал теменеть. А теперь уже вот отпадает. Вот здесь вот кусочек. Так. Видите? Вот здесь кусочек отпал. Здесь уже все зажило. Ну, короче, что-то непонятно происходило. Но это не грибок. Поэтому не переживайте. Ох! Мой любимый халат. Наверное, я его здесь оставлю. Потому что у меня столько багажа будет. Я же буду ввести, наверное, витаминки, которые детям прописаны. У меня куча подгузников. Их заберу, естественно. Маме же я их не оставлю. Смесь мне нужно будет взять на первое время обязательно. Чтобы потихонечку переводить на ту смесь, которая есть в Турции. Мне нужна будет их смесь, к которой они привыкли. Детская одежда. Всякие мелочи. Моя одежда. Ну, просто дофига всего. Наверное, если получится. Если муж не сможет найти билет с багажом где-то 35-40 килограмм. Ну, в принципе, насколько я знаю, если даже билет с багажом на 20 килограмм, то можешь заранее оплатить еще плюс 10, плюс 15, плюс 20 килограмм. Он мне делал как-то раз. Если не получится так сделать, на месте там оплачивать я не хочу перевес, потому что это очень дорого. Я посмотрела вчера растынки у авиакомпании Атлас Глоба, которые будут летать. У них с Москвы до Стамбула перевес 10 долларов. Я представляю, сколько будет из Махачкавы. Поэтому у меня нет лишних денег. Я лучше эти деньги потрачу на своих лапусечек. И, наверное, буду отправлять карты. Короче, выход найдем. Все-все-все, свое барахло таскать тоже я не буду. Оставлю здесь какие-то вещи. Особенно зимнюю обувь, которую я там практически не буду носить. Не то, что практически, которую я там вообще не надела. Я их притащила сюда, и здесь тоже я ни разу еще не надела. Представляете? Вот. Ну все, закрываю. А то я сейчас здесь сварюсь. Пойду смонтирую вам одно видео, как там у меня стоит на очереди. Я снимала обзор на купальники. Все-таки я девушка порядочная. Дала слово, надо снять. Кстати, по поводу этих купальников я, наверное, буду их пристраивать. И в плане продавать я продавать их не буду. Или подарю кому-то, или, может быть, розыгрыш какой-то сделаю. И они не ношеные. И то, что я мерила, я мерила сверху своего белья. Поэтому то же самое, как примерить купальник в магазине. Поэтому, пожалуйста, не пишите мне, ой, фу, как можно одеванные к купальнике. Я их не одевала. Там на ластовице клей-коленки все на месте. Наверное, или подарю кому-нибудь, или какой-нибудь розыгрыш. Если у меня будет время, я устрою на своем канале. Посмотрим. Покупальники, потому что очень хорошего качества. Просто так, чтобы они валялись, не хочу. У меня и так есть, которые здесь просто так валяются, которые я когда-то покупала. В надежде, что буду ходить на море, здесь, когда я еще жила. Но на море, конечно, я здесь не ходила. И модели уже устарели, естественно. У нас же каждый год что-то новое выходит. Поэтому эти тоже забрасывать не хочется. Ой. По поводу того, что у нас там с детьми по распорядку. Завтра идем к остеопату. Посмотрят меня, посмотрят обоих деток. Второй прием у остеопата стоит 3000 рублей на человека. Первый прием 4, второй уже 3. Сегодня я должна была пойти в парикмахерскую. У меня был договор на 11 часов. Хотела покрасить корни и постричь. Той же женщине, которую я стригла с порога в прошлый раз. Но не пошла, потому что я легла в 10. Договорилась, но послезавтра. Иншала, послезавтра я это все сделаю. И буду красивая, красивая. Ну и все, закрываем. С ним хорошее настроение. Бегом подняли попы. Бегом, бегом ухаживать за собой. Глазки свои привели в порядок. Кожу, пальчики. Кстати, мне нужно сделать маникюр. Все, пока.